Кажется, у меня есть то, что... О, как мил. Олег! Хорошо, не ду... Нет, раз... Я не смогу про... Я не смогу пробраться туда незаметно. Думаешь, кран поможет нам с удачей, Нина? Наверху становится теплее, шампанское уже на льду. Это означает, что нашему банкету... Праздник придется отложить. У нас серьезные проблемы. Черт возьми, что это было? Уверен, это все из-за маленькой крысы. С играми покончено. Тебе конец! Прости, что подозревала тебя, но Олег так убедительно все говорил и... Все в порядке. Я не держу на тебя зла. Идем, нам нужно возвращаться к самолету. Сектанты, наверное, уже ждут нас. КОНЕЦ КОНЕЦ Папа! Нам так много нужно друг другу рассказать. Правда? Многие месяцы отец Нины пытался найти научное обоснование тому, что произошло. В конце концов, ему пришлось сдаться и признать, что на свете есть вещи, которые формулами объяснить нельзя. Несмотря на это, а может быть именно по этой причине, одна маленькая кинокомпания очень заинтересовалась его историей. После встречи с сектантами, уборщик Эдди немедленно вступил в общество анонимных алкоголиков и с тех пор не пьет. Он нашел применение своему удивительному голосу и часто озвучивает гоблинов в компьютерных играх. Сначала Лиза хотела стать фотографом, но у нее ничего не вышло, поскольку она так и не научилась менять в камере батарейки. Она пробовала работать курьером-велосипедистом, но через пару часов ее карьера внезапно закончилась. Лиза проколола шину, а залатать ее на этот раз было некому. Теперь у нее есть маленький ларек в Берлине, где она продает магнитики в виде хомячков. К тому моменту, когда полиция добралась до музея, труп Каннского бесследно исчез. Увидев амулет, Макс понял, что инспектор принадлежал к той самой таинственной секте, о которой после вторжения в Антарктику никто ничего не слышал. Цели, которые преследует эта секта, и сейчас остаются тайной. Можно ли считать, что они действовали во благо человечества? И неужели они действительно исчезли? Сантехник сумел раскрыть обман Нины вовремя и работу не бросил. Неделей позже он выиграл в лотерею по-настоящему, развелся с женой и теперь совершенно счастлив. Машинист Карпин из-за своего опоздания лишился работы и без проблем нашел новую в Германии. Сейчас он водит ежедневный поезд по маршруту Гамбург-Билефельд. Выкурив за время совместных перекуров еще 2376 сигарет, рядовые Романова и Юшин решили бросить курить. Теперь они проводят время, наклеивая друг на друга антиникотиновый пластырь. Однако слухи о скорой свадьбе никак не подтверждаются. Агенты Фетисов и Роденков ушли из ФСБ и открыли в Москве бутик, в котором продают дизайнерские мужские костюмы. Во время ужасного крушения ни один из пассажиров не погиб. Все оказалось не так страшно, как выглядело со стороны. Ученые до сих пор ломают голову над результатами анализа гениально подделанными Ниной. Доберман Пинчер не упустил своего шанса и сбежал. Сейчас он, подобно одному из своих предков, живет на торфяных болотах в Англии и наводит ужас на окрестное население. Бармен О'Брайан был сбит прямо у дверей своего заведения грузовиком, за рулем которого сидел пьяный водитель. Он бросил свою работу и теперь преподает риторику в Дублинском университете. Доктор настоятельно рекомендовал рыбаку Фоули заняться своим здоровьем. Теперь он рыбачит исключительно в солнечную погоду, то есть дважды в год, и пьет только односолодовый шотландский виски. Когда паб закрылся, Клаус оказался на улице. Много месяцев он бродил по свету, бездомный и потерянный, пока не обрел смысл жизни и дом в маленьком немецком городке Гештахт. Он стал разработчиком компьютерных игр в жанре квест. Охранник Фернандо работает над новой серией картин. Тысяча различных стадий роста финиковой пальмы. Благодаря приложенным физическим усилиям, сестра Сабрина выиграла выборы и стала мэром. Однако через 9 месяцев ей пришлось уйти в отставку в связи с рождением ребенка. Спустя недолгое время после событий во внутреннем дворике, больной Пуйол установил мировой рекорд в постройке карточных домиков. Теперь он постоянно появляется в разных ток-шоу, где мелит чушь и гребет деньги лопатой. Учтите, мы решительно отрицаем, что подобный жизненный путь – необходимые условия для того, чтобы сделать карьеру на телевидении. Рамон делает из морских раковин странные фигурки, черпая вдохновение в еще более странных рисунках Мануэля Перриса и продает их туристам за бешеные деньги. Преступная четверка была в буквальном смысле заморожена на долгие годы. В результате массовый контроль сознания остается прерогативой одной очень популярной онлайновой РПГ. Все необходимые документы подписаны и скреплены печатью. Ждите новой встречи с любимыми героями в Тунгуске-2. Макс, я уже сказала тебе спасибо? Нет, что-то не припоминаю. Я так думаю, в этом самолете должен быть автопилот. Запишем что-нибудь еще? Я тоже хочу тебе помочь. Я все равно не собираюсь ложиться спать. На том свете высплюсь. Так что, если я хоть что-то могу для тебя сделать... Я очень тебе благодарна. Я смотрю на тебя и... Черт, забыл реплик. Еще раз! Знаешь, чем разница между нами? На мне это смотрится красиво! Чудесно! Может, я делаю дерьмовое кино с дерьмовыми людишками, но это не значит, что я обожаю актерскую профессию. Я не выдающийся актер. И не исключительный. Я великий. Я гений. То же самое, только получше. Реквизитор! На этот раз не приносите, пожалуйста, настоящую железную палку. Ну и шутник. Еще раз! Если глаза меня не обманывают, это варево теперь очень... напоминает... Отличная сцена! Я ненавижу поезда, так что извините. Давайте снимем еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует...